Привет, друзья! Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, а если подписаны, проверьте колокольчик, а также ставьте лайки, много комментируйте и распространяйте наши видео. Благополучной жизни можно добиться при эффективном местном публичном управлении. Наша страна станет по-настоящему процветающей только тогда, когда перемены к лучшему будут ощущаться в каждом селе и городе, заявила Санду. Санду напомнила, что в каждом населенном пункте люди ожидают конкретных результатов от тех, кого они избрали для руководства селом или городом. Эти результаты могут быть обеспечены только эффективными органами местного публичного управления. Об этом заявила президент страны Майя Санду на общем собрании органов местного самоуправления, посвященном Дню местного самоуправления и работника местного публичного управления, который отмечается сегодня, передает IPNMD. Везде людям нужны две важные вещи – хорошо оплачиваемая работа и качественные коммунальные услуги. Помимо крупных городов у нас в стране малонаселенных пунктов, которым удалось обеспечить рабочие места за счет развития бизнеса, отметила глава государства. Условия разные от одного населенного пункта к другому. Некоторые находятся в более выгодном географическом положении, чем другие. К тому же шкала экономики приводит к различиям, но во всех необходимы рабочие места, создание условий для развития экономики. И как бы это ни было сложно, мы должны сделать так, чтобы цель создания рабочих мест была обеспечена в каждом населенном пункте страны, подчеркнула Майя Санду. Президент также добавила, что для улучшения государственных услуг необходимо освоить информационные технологии, а также инвестировать в модернизацию инфраструктуры. Санду напомнила, что правительство открыло сервисные центры в нескольких населенных пунктах. Этот опыт должен быть заимствован всеми местными публичными властями как можно скорее. Модернизация инфраструктуры является более длительным и дорогостоящим процессом, считает Майя Санду. Для достижения местным публичным управлением наибольшей эффективности Майя Санду предложила равный доступ к предоставляемым государственным бюджетам источникам. Правительство уведомило о создании фонда развития на местном уровне. Через этот фонд финансирование предстоит обеспечить корректность поддержки развития населенных пунктов путем обеспечения очень четких критериев, прозрачных и правильных механизмов отбора наиболее конкурентоспособных проектов, которые поступят от местного публичного управления, уточнила Майя Санду, добавив, что децентрализация должна сопровождаться наращиванием потенциала, потому что все делается на благо гражданина. Майя Санду призвала представителей местной публичной администрации эффективно использовать все возможности поступающего из-за рубежа финансирования. Кроме того, Санду предлагает улучшить механизм конфискации незаконных активов. Президент сообщила, что направила в парламент законопроект по совершенствованию правовой базы, чтобы сделать возможным внедрение расширенного механизма конфискации активов, полученных в результате коррупционных действий. По словам главы государства, действующий закон содержит препятствия, которое усложняет процедуру конфискации имущества лиц, обогатившихся незаконным путем, и дает им возможность сохранить свои активы. Де-факто они продолжают владеть имуществом, передав его третьим лицам. Предложенный парламенту законопроект направлен на устранение этого пробела, уточнила глава государства. Майя Санду отметила, что усилия властей по совершенствованию законодательных норм по борьбе с коррупцией будут продолжены. Санду также отметила, что будут продолжены усилия по реформированию судебной системы, чтобы правовые нормы применялись ко всем без исключения. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.